Добрый вечер, Прохор! Пожалуйста, скажите, что вы ожидаете от сегодняшнего показа? Я сегодня участвую в грандиозном показе меховых изделий. Одной из самых, наверное, креативных меховых фабрик. Крымская меховая фабрика. И вот с Элечкой я подружился, увидел эти изделия и просто влюбился. Я одел эту шубу царскую просто. Знаете, это вот в этой шубе править страной. Вот просто, не знаю, правда, какой, но во всяком случае... Ну, наши, наверное, или нет? Или это шуба для другой страны? Как-то президент одевается как-то очень скромно, на мой взгляд. Потому что он вообще не одевает никакие, знаете, или меха. Он не одевает вот эти вот шапки... Как-то это не по-нашему, не по-нашему. Шапки всевластия, вот знаете, хочется, чтобы, да? Но с другой стороны, мы же понимаем, что вообще, конечно, мужчина, если он действительно царь и король, даже корона должна быть невидимой. Подождите, а у вас у самого шубы-то есть? Ну, у меня в гардеробе есть шуба норковая, вообще, аванти, тоже достаточно дорогая. Вот, и я в ней в основном, ну, на день... Новый год, вот я выступал в ней, потому что она такая, ну, царская. Бояре приехали, знаете, вот, ну, как бы в ней выходишь, она такая, рух. Сама за себя говорила. Да, вот. То есть сначала идет шуба... Ну, я перед народом в ней выступаю, да. А вот сейчас здесь я просто влюбился, я... Это моя теперь будет шуба, я ее приобретаю у крымской меховой фабрики. Причем, я говорю, ребята, ну, вы такие странные, вы бы еще на Мальдивах фабрику открыли по меховым музеям. Смотрите, в Крыму меховая фабрика, теплая шуба. Конечно, нужно выходить на московский рынок, и там действительно роскошные вещи. А вообще, каких российских дизайнеров вы можете выделить для себя? Ну, вот сейчас из последних Геннадий Горбачев отличился. Конечно, вывел невероятную коллекцию. Мои любимые вообще дизайнеры из прошлого – это Эд Харди Филипп Лейн. Эд Харди аннулировался сейчас, он, его нету. Я летал в Лос-Анджелес, хотел зайти за кофтами, а нет уже этого Эд Харди нигде в Америке. Вот. Вообще, я хотел бы выразить большую поддержку, хотя бы словами, всем нашим российским дизайнерам. Я знаю, что сейчас далеко не простое время, но я надеюсь, что все-таки талантливым людям, сквозь терни, все-таки они доберутся до своих звезд. Я всем желаю успехов и в этом нелегком пути. А это правда, что помогать нужно именно талантливым людям, потому что бесталантные пробьются сами? Вы знаете, считается, ну, если вот так по шоу-бизнесу судить, считается, что каждый десятый на планете умеет петь. Вот. Но парадоксально то, по моим наблюдениям, что именно вот эти девять, которые не умеют петь, они у нас на сцене поют на российской. Вот. А так, по большому счету, конечно, шоу-бизнес, наверное, как и сектор моды, сегодня провалился куда-то вообще очень глубоко. А чего не хватает нашему отечественному шоу-бизнесу? Почему вот на Западе все по-другому, а у нас вот так? Ну, шоу-бизнесу чего не хватает? Конечно, поддержки не хватает молодым, талантливым людям. Менеджмента у нас нет грамотного. Талантов много, а менеджмента нет. То есть компании не работают, компании по производству, как говорится, звезд, обслуживанию звезд. Нету этих компаний просто. То есть у нас, если ты умный, если ты хватки, если ты умеешь договариваться, это психотипы уже больше играют роль. Ну и, конечно, впереди планеты все, это покровительства разные там и так далее. То есть, ну, конечно, хочется, чтобы покровительства покровительствами, но чтобы девушки там талантливые все-таки хотя бы умели петь, как там Мэрай Керри, не знаю, Витни Хьюстон, но мировые звезды, да, которые тоже сексуальные, тоже их там наверняка кто-то помогал им, но за это не стыдно. Прохор, а что лично вас вдохновляет на творчество? И второй вопрос сразу, случаются ли у вас творческие кризисы и как вы с ними боретесь? Вы знаете, ну, моя жизнь сплошная, творческий кризис, потому что у меня, если честно, я так положа руку на сердце, да, я абсолютно творчески нереализованный артист, все понимают уже, даже кто меня плохо знает и даже кто ненавидит, что я все-таки талантливый и яркий человек, но как-то вот не складываются звезды, и я никак не могу, как говорится, спеть свою песню. Но дело не во мне, а в несостоятельности нашей системы абсолютно, не только передо мной, а перед огромным количеством молодых талантливых людей. И в целом, главное, конечно, не отчаиваться, никого не обвинять в этом. Я никому претензий не могу предъявить, это целиковая такая, знаете, круговая порука у нас не только в шоу-бизнесе, но и в других секторах, это вообще отдельная тема. Вот, просто хочется призвать всех тех, кто монополизировал какие-то участки бизнеса и шоу-бизнеса в том числе, что, конечно, все мы придем рано или поздно к Богу, и нам придется нести ответственность за все наши деяния на земле. Вот, шоу-бизнес это или просто бизнес, поэтому все-таки надо поступать по совести. Иногда, конечно, мы с вами понимаем, что некоторые артисты занимают уже эфирное время другого поколения, то есть мы видим одно и то же на сцене, и это уже и люди простые замечают, и уже не хотят, и уже низкие рейтинги. Да, закрыли этот субботний вечер на «Россия-1», закрыли из-за низких рейтингов, потому что невозможно гонять одних и тех же артистов по кругу 10 лет. Конечно, публика устанет. Посмотрите, «Титаник» даже, гениальный фильм, эти артисты гениальные, никто не спорит, что они талантливые, но нельзя одно и то же по кругу. Должна быть кадровая, людям нужны новые фильмы. «Титаник» 10 лет подряд ставить в экран, он будет собирать? Ну что ж, дорогу молодым, дорогу талантливым. Прохорь, я вас благодарю за интервью, я пожелаю вам никогда не... К Богу все придете, и что вы там будете говорить? А ведь с каждым днем мы все все ближе к Господу нашему Богу. Ну, а на сегодняшний день мы и на неделе высокой моды, вот молодые новые ведущие. Я надеюсь, что ты тоже закончишь на первом канале, ну да ладно, первый. Ну ничего, мы с вами скоро увидимся на первом и на CNN, и на BBC. Да, не дают граммофон, и мы идем на Грэмми. Все. Спасибо вам большое, Прохор, удачи вам и хорошего сегодня показа. Спасибо. До свидания. Спасибо. Спасибо.